Очень скромный парень. Такой боец можно сравнить с нашими бойцами, такие, как, да, с скромностью, как Федор Емельяненко, скажем, или Аслан Исаев. Ну, вообще, очень интересно, что под руководством своего отца тренируется Альберт Туменов и тренируется в своем зале во дворе, который находится именно у него во дворе. Бойцовский клуб «Бастион» называется. Там очень мало квадратуры, но вот в этом зале есть все необходимое для бойца. Как говорится, большие спортсмены и великие чемпионы рождаются в маленьких залах Альберт Туменов. Очень интересно, что именно там он тренируется, и он понимает, и когда ему задаешь вопрос, нет ли желания ездить в тренировочные лагеря за границу или хотя бы в другие города России, он отвечает, зачем. Я чувствую, что пока что и здесь прогрессирую. Как только перестану здесь прогрессировать, тогда я поеду. А так я и ребята, которые со мной тренируются, мы все вместе развиваемся и растем. Ну вот мы, как мы говорили, Замудин Урусов, несмотря на то, что очень молодые бойцы, 18 лет, 19 его сопернику, Рамазану. Вот на графике нам показывают, что у Рамазанова все-таки отрицательный рекорд. Это не его дебют, он первый свой поединок проиграл. У одного есть возможность удвоить свою статистику, улучшить, у другого, хотя, скажем так, сравнять счет. Вот этот выглядит покрупнее, представитель. Да, узбекский боец покрупнее. Помощнее, да, подсмотрится очень таким на вид маленьким, да? Совсем молодым, совсем молодым. Совсем молодым, совсем юным. Наверное, первый год именно в профессиональных боях для него. Но при этом, вот чем запоминается наилегчайший вес, здесь очень-очень-очень быстрыми бывают спортсмены, очень ярко они себя показывают. Ну что же, такая разведка, скажем, идет у них разнообразно ударами ног в голову, в корпус. До начала такой бескомпромиссной борьбы. Трестингует, занимает центр ринга боец Кабарнин Бакар. Сейчас последующий в область печени достигает цели. Тяжело ввязаться ему с узбекским бойцом из-за того, что у него конечности достаточно длинные и сковывают действия нашего российского бойца. Но при этом у русов, наверное, сейчас вырвется вот из этого захвата, потому что все-таки через руку удушающий или боевой, болевой, тяжело делать. Надо обладать... Неимоверной физической силой. И тут намного сильнее, скажем, у него соперника. Вот так вот. На пару лесовых категорий выше находиться нужно, наверное. О, пропускает, встречный нарывается боец из Кабарина Балкарии. Пропускает левый боковой. Вот как раз таки возможно, что для Урусова тяжело, потому что он выступает именно на глазах у своей родной публики и горит. Горит желанием ярко победить. Неплохо, забирает спины. Нужно сейчас заправлять ноги. Пропло, как будто слышит. Заправил ноги. Вот, забирает шею. Сейчас нужно ему завершать свой замок, захват и вытягивать. Вытягивать Рамазанова. Неплотный захват. Тяжело было. Ну, я бы чуть-чуть побомбить. Рамазанов грамотно обронился. Рамазанова и Замудин Урусову сейчас. Вот первая часть раунда, естественно, за ним. Нужно продолжать. Потерял свою остроту боец. Замудин Урусов. Замудин Урусов. В область печени сейчас пробил, кстати, снова Урусов, но тут же позволил перевести себя в партер. И уже, вот, действительно, Шех Ахмед, как и заметил, заметно, что чуть-чуть подустал, но при этом Рамазанов показывает, что не хочет бороться, давая драться стойки. Да, потому что он чувствует, что он подустал, что он сейчас может пропустить. Это видно. Руки опускаются уже сами по себе, да. Руки, размашистые удары, проваливается вот этой заряженности и остроты, как в начале боя. Нет, вот мы видим, вот один за другим пропускает внутренний лоу-кик, и вот удар в печень последовал, опять лоу-кик. Ну что же. Да, на самом деле у Рамазанова есть свои преимущества. Вот эти вот удары ногами. Вот сейчас вот грамотно постарался переклить, отдает шею. И, возможно, ли удушать? Тяжело через руку, тяжело. Нет, тяжело, не удушит его со стойки. И, мне кажется, вот эта вязкая борьба ни к чему хорошему бойцам. Нельзя тратить еще больше сил. Больше силу лишь первый раунд. И мы видим, вот я хотел бы сейчас продолжить выстрел по поводу того, что стойки явно преимущество имеет Рамазанов. Во-первых, у него неплохая техника ударная, да, и для этого уровня бойцов. И, во-вторых, вот как раз-таки с конечности, преимущество в росте, преимущество в длине конечности рук, ног, оно сказывается. И он с дистанцией может спокойно атаковать, наносить большое количество точных и приносящих потери. Он сейчас захватил, хотя он этим не удушит, но тем не менее, вот сейчас может, сейчас может. Сейчас может, и тут совсем немного до конца времени остается до конца второго раунда. Нужно терпеть Замудину-Урусову. Замудину-Урусову, даже если не удушит, это забирает огромное количество кислорода. Вот мы видим, как подустал, даже тяжело встает. Замудину-Урусову пытается вам показать, что достаточно он свеж, двигается, так бегом побежал в свой противоположный угол. Посмотрим. Лишь во время непосредственно поединка мы сможем реально оценить, кто лучше физически готов. Адам, хотел бы добавить, именно в таких ситуациях родные стены дома помогают. Когда тяжело, когда ты чувствуешь ответственность, что ты отдаешь бой, что ты подустал, но ты чувствуешь, что ты дома. Вот тут вот эти домашние родные стены вдохновляют и мотивируют дополнительно бойца. Бойцы молодые, понимают, что нужно прибавлять. Ну что ж, ждем второй раунд. Бой, хотя достаточно очень молодых бойцов, но такой очень даже интересный. Мы видели разнообразные техники ударов борьбы, ног, рук. По разным этажам работали спортсмены. Итак, второй раунд. Замудин-Урусов против Исраила Рамазанова. И опять пропускает лоу-кик. Кстати, пользуюсь возможностью вспомнить, что это первый международный поединок этого турнира в этот вечер. То есть первый поединок, где выступает местный боец. И при этом первый поединок, где вот из-за рубежа соперник есть. Попытался сейчас... Удастся ли сейчас с рычагом? Нет, нет, нет. Захват был слабый. Слабый ноги. Вот сейчас, мне кажется, почему-то боец даст подняться ему. Особо не горит желанием сейчас его достать. Может, попытается сейчас нанести пару ударов. По ногам побьет, постучит. Я не думаю, что он будет... Сейчас судья сам поднимет, потому что пассивно действует боец. Именно очень пассивно, но мне кажется, что... Помните, вот был такой бой у нас, бит в горах, в Ингушетии. В такой ситуации, когда Майербек Тазимову ногу сломал пуху. Да, Нига Кухака упал и вот отбил ему ногу. Ну, оказывается, что после этого появилась информация, что именно вот этими ударами он не сломал. Сломал ногу соперника. Майербек бывший футболист, так что ногами он бить хорошо умеет. Сейчас вот прибавляет, понимает, что ему нужно сейчас прибавлять. Работает с коленями и удары достигают цели. О, неплохо отдал ногу, опять ушел. Собрался все-таки с духом и вот на концовку первого раунда... На самом деле бывает такое, что вроде бы ты уже выдохся, вроде сил не остается. А потом раз, начинается вот очередной раунд, и ты понимаешь, что ты можешь дышать, что ты достаточно свеж, и у тебя еще достаточно сил. Вот он работает, плотная работа сейчас. Вот мы видим работу в партере из гарда. В общем, в таком неловком положении, в согнутом колено, в корпус. Опа, треугольничек сможет ли? Нет. Да, если выведет таз. Он сейчас еще и на руку пытается провести болевой за Мудину Русов. Да, скидывает. Скидывает его из Рамазанов и Сраил, и тут вот уже из... Ну вот, вторая, вторая половина раунда. Надо вот что-то кардинально менять за Мудину. Или вот что-то предлагать. Так как поединок по очкам он уже проигрывает. Пропускает удары тяжеленные, размашистые. Размашистые удары, получается, у Исраилова. Две минуты до конца раунда, и может быть вообще... Вот эти же удары, вот это количество, они могут нанести ушерб. Уже и кровь мы видна. И, судя по всему, это кровь как раз-таки бойца из города Нальчик. Подустали бойцы. Вот боец, 18 лет, да? Молодой, а совсем на вид, совсем школьник. Таких бойцов, это вот... Именно вот такие турниры, как... Young Eagles, как раз, для таких бойцов этот турнир проводится. Да, для таких бойцов, действительно, они могут набираться опыта. И год через два-три уже заявить о себе очень громко. Не только на российском арене, но и на различных там... Международных турнирах. Кстати, а еще, можно так сказать, что Young Eagles это возможность и для таких бойцов, у которых был серьезно простой из-за травм. Сейчас, ну что, скучивание пятки. Вырывается, вырывается, вырывается. Сейчас идет излом. Нет, 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 ничего. Там никаких... А вот здесь вот опасно. Здесь опасно. А, нет. Понимаете, излом идет сейчас. Вот тоже травмоопасный захват. Чуть меньше, чем полминуты остается до конца и вырывается. Все-таки вырывается и забирает концовку. Старается представитель Кабрино-Балкарской школы. Он старается... Тактически он как бы работает правильно, но... Где-то вот технически, да? Не дает, не дает. Он понимает, что он проигрывается. Он предлагает, вот, предлагает. Но вот физически, именно вот физической силе, мне кажется, он выступает своему оппоненту. Что ж, заканчивается второй раунд. И он, естественно, за... Исаилом Рамазановым, но это так визуально, это наше мнение. Мы можем и ошибаться, как это было в случае с поединком, с участием Адама Гагиева. Где была объявлена боевая ничья, так скажем. У нас перерыв. Второй раунд закончился. И вот очередной поединок. Четвертый поединок, который снова перетекает... ...протекает на протяжении всего объединенного регламента времени. Видим такую усталость, видим такую растерянность в глазах бойца. Возможно, мы не видим. А вот здесь вот мы видим хороший настрой у Исаила Рамазанова. На самом деле, вот в таких ситуациях обращать внимание на камеру, это, наверное, нежелательно, да? Да, нет, это... Или зависит от человека. Это зависит, наверное, от человека. Камера тут особо, наверное, не... Ну, я к тому, чтобы не отвлекаться ни на что. Просто вот думать мысли обоих. Ну, хотя люди разные бывают. Да, шоу, как говорится, тоже должно присутствовать. Ну что ж, третий раунд. Посмотрим, что... Мы слышим, как его поддерживает зал. Да, местная публика скандирует. Местные болельщики. Поддерживает. А сейчас... И так заключительный резинал. Нужно пытаться завершить досрочно этот бой, потому что первые два раунда он действительно проиграл. И была возможность во втором раунде как раз-таки у него забрать концовку, но он эту возможность потерял. Опа, хай-кик голову. Вот о чем я и говорил в начале боя. Вот сначала в корпус. Хороший лоу-кик пробил. Хороший лоу-кик пробил. На насилие, оказывается. Да, да, да. Боец из Кабардио-покорейцев. Проход в ноги, так скажем. Замудин хотел пройти в ноги, но был опережен лоу-киком. Кстати, вот эти лоу-кики, они... Вот эти удары тяжеленные, они дают о себе знать. Ты бы помнил, вот именно подобными лоу-киками, как ногу отсушил своему сопернику Лечик Урбанову совсем недавно в Колизее. Да, и поломал кости. Да, поломал кости. Ну, Лечик Урбанов это... Это мастер лоу-кика, это легенда чеченского карате, да и не только чеченского, да и всего российского. И мирового вообще тоже. И мирового, да, действительно, были страшные удары. Ну что ж, сейчас посмотрим, что предлагает. Хочет пойти на руку? Нет, не пойдет. Старается, старается что-то предложить. Но... Раздымает судья, потому что, по-моему, был нанесен удар. Да, да, удар. Ну, помните, что в Прайде, когда еще существовала та замечательная организация, там коленом в голову лежащего можно было бить. Ну что ж... Пропускает удары. Вот эти, вот эти, вот эти размашистые удары... Оба, пропустил встречный боковой. Вот эти размашистые удары в исполнении Замуддина, когда вот удар не достигает цели, Это, знаете, вот это, сколько, сколько сил и энергии вот складывается этот удар, и... Подустал, подустал боец. Вот в таких случаях нельзя вот так насыпать, надеяться на ура, и что вот он... Один лаки-панч, надо раздергивать все-таки, быть собраннее, но если ты подустал, то все это, конечно, очень тяжело дает, пропускает. Вот один за другим, вот в передней руке боковые джебы, лоу-кики падает, уверенно забирает концовку. Вот третий раунд, боец... Боец из Убекистана. Да, Рамазанов, да? Да, Истраил Рамазанов, он забирает, и видно, что уже... Подустал. Подустал и ногу, ногу повредил. Ногу, ногу, да, уже отсушил ногу. Билоба, опять последовал хай-кик в голову. Чувствует, Рамазан... Рамазан чувствует уже слабые точки, и можно еще раз попробовать лоу-кик внутренней, левой ногой лоу-кик привести. Интересно, гудки он прибавляет. Вот в таком случае, когда боец расслаблен, открытый, собранный, может повлечь за собой нокаут. Почему закончился раньше? Видимо, у нас какие-то ошибки с графикой произошли. Да. И, несмотря на то, что по телевизионной графике, видишь, полторы минуты было. Да, ну, мы тут видим, бой был зрелищный. Оба бойца показали дух. Да, оба бойца показали дух, но класс, конечно же, выше у бойца из Узбекистана. Он был и физически лучше, но более разнообразный, и физически мощнее. Да, вот эти, можно сказать, вот благодаря вот этим лоу-кикам, он и в первую очередь перевесил в бой свою сторону. Разбомбил, так скажем, своего оппонента. Это сам понимает. Поэтому и грустно, так. Ну что же, у этих молодых бойцов все еще впереди. Айо. Главное, не так, как ты, ну, говорится, падают и стают, да? Главное, как ты стаешь, а не как ты падаешь, как ты потом стаешь. Как он радуется, как радуется Исаил Рамазанов этой победе. Действительно, он ее заслужил. Он действительно был лучший. Да, бой был зрелищный. Он показал замечательный поединок. И будет интересно и дальше наблюдать за этим проспектом в Лиге ЕСЕБИ на легчайшем весе. Посмотрим. Хотел, ну... Субтитры подогнал «Симон»